В этом видео Чон показывает один из способов, с помощью которого корейцы блокируют сильный правосторонний захват сверху в ситуации обоюдной стойки право-направо. Соперник пытается взять контроль над головой Чона, а тот в свою очередь пытается остановить его руку до того, как она успеет приблизиться к нему. Правая рука Чона сильно держит высокий отворот. Обратите внимание, как его правая рука постоянно движется, сильно надавливая в область шеи и челюсти соперника и тянет его голову к себе, постоянно выводя его из равновесия и контролируя его. Левая рука свободна и готовится справиться с любой угрозой, исходящей от руки соперника. Что касается стойки и движений, то здесь Чон принимает более экстремальную правостороннюю позицию, таким образом, что он держит свое левое плечо подальше от головы соперника. Круговое движение должно быть в направлении угрожающей руки, а не в направлении соперника. Оставаясь свободной, левая рука не только выполняет отличную работу в защите, но она всегда готова к атаке. Это может быть атака левой рукой, левосторонняя атака, как, скажем, бросок через спину, или это может быть захват рукава соперника и проведение любого количества правосторонних атак. Так. Будьте в движении, будьте бдительны и всегда готовы к атаке. Если у вас еще нет захвата за отворот соперник вытягивает руку первым, один из вариантов использовать обе и справиться с угрозой. Это делается путем блокирования руки соперника своей левой рукой и помогая правой рукой прижать его руку до того, как ваша правая рука перейдет к отвороту. Другой вариант. Диагональный блок руки соперника своей правой рукой. Тогда вы ловите его руку, которую потом захватываете за локоть своей левой рукой до того, как ваша правая рука переместится к захвату за отворот. Здесь вы можете увидеть, как двукратный чемпион мира Ван Ги Чун блокирует атакующую руку соперника, держа свою руку свободной перед началом своей атаки. И обратите внимание, как он выполняет бросок с кистевого захвата.